спасибо всем что пришли спасибо всем что позвали сегодня вообще наверное особенно почетно то что с вашим вниманием я конкурирую с тимом куком который прямо сейчас я так понимаю начинает показ новых продуктов apple поэтому особенно приятно чтобы здесь хотя может быть зря напомнил сейчас внимание идет в ноутбуке меня зовут егор яковлев я сооснователь платформы easy travel и чтобы было понятно кто-нибудь знает что нибудь про easy travel и пользовался этим приложением класс а спасибо за пожалуйста один человек поэтому для всех остальных я расскажу и надеюсь это немножко поменяет ситуацию вообще сегодняшнюю лекцию я хочу построить на том что я расскажу для начала что мы собственно делаем и чего добились сейчас но гораздо интереснее это рассказать историю этого проекта история одного стартапа как я назвал презентацию который возможно поменяет вообще ваше отношение к теме аудиогидов согласитесь что наверное когда вы слышите слово аудиогид у вас ассоциация что это какая-то такая скучная нудная штука которую когда-то в детстве слышали в музее в школе на экскурсии и не дай бог к этому возвращаться есть такое ну наверное есть я думаю что постараюсь переубедить вас и так чем мы собственно занимаемся начнем с простого с рынка который существует уже много сотен лет рынка экскурсий есть города есть музеи есть путешественники которые приезжают в них и есть экскурсоводы которые за какие-то деньги проводят им экскурсии этот рынок я сейчас немножко такой introduction в travel рынок сделаю этот рынок сейчас переживает большой бум и хайп для того чтобы свои соединить вместе экскурсоводов и путешественников то что раньше делали турагентства на рынке появились платформы такие как get your guide клуб если брать российские то это tripster спутник 8 и так далее думаю многие вы знаете и эти компании растут сейчас просто как на дрожжах это сейчас называется не экскурсии а красивыми словами travel experience и чтобы было понятно насколько все это растет только весной этой только вот эти две компании подняли раунды больше чем по полмиллиарда долларов и это не первые раунды то есть инвестиции только в топ-5 этих компаний еще раз это клуб airbnb experience booking.com experience и прочие из крупных только инвестиции в них составляют несколько миллиардов долларов и это очень много и все сейчас об этом говорят эксперты оценивают рынок travel experience в 150 примерно миллиардов долларов через пару лет что составляет 10 процентов от всего рынка travel и примерно один процент от ввп стран в каждой конкретной стране к этому мы подойдем что же делаем и на этом рынке на самом деле мы пытаемся этот рынок автоматизировать мы просто заменяем их курсовода мобильным телефоном и делаем экскурсию за 50 долларов бесплатный кажется что это наверное странно живой экскурсовод дает себе эмоции может привести по городу на самом деле нет очень часто экскурсии автоматически записанные как аудиогид могут писать сценаристы режиссеры озвучивать профессиональные актеры функции экскурсовода такие как провести по городу прекрасно справляется gps подсказываем куда идти и куда смотреть поэтому в общем все не так плохо зато бесплатно мы это сделали мы сделали такое приложение работает это следующим образом авторы причем это уже не только экскурсоводы но это могут быть музеи это могут быть издательские дома это могут быть просто креативные люди кто угодно загружают своего аудиогида через веб-интерфейс нам на платформу дальше они подают мобильное приложение где ими пользуются миллионы людей гуляя по городу чтобы не быть голословным что это просто идея и мы решили такое сделать это карта наших текущих маршрутов уже сейчас на платформе опубликовано больше 12 тысяч аудиогидов с двух с половиной тысячах городов 100 стран мира на 60 языках эти цифры постоянно растут это текущая ситуация причем немножко вернусь если мы приблизимся вот городу такой как москве вот есть куча кружочков и в каждом из них еще циферки 300 400 500 600 это количество историй на этом месте то есть если мы говорим о крупных городах типа москвы истории есть у каждого дома а то и по несколько как это все какие аудиогиды есть на эти travel на самом деле здесь тоже автоматизация приносит много с автоматизации можно сделать то что практически невозможно живым экскурсоводом например сделать экскурсии для бегунов и для велосипедистов вдоль автомобильных и железных дорог с личными историями знаменитости и озвученные профессиональными актерами есть даже аудиогиды для глухих и вот как это работает когда вы идете по городу или едете на такси или на велосипеде что угодно gps постоянно отслеживает где вы находитесь а автор создавая свой аудиогид рисует на карте так называемой триггер зоны где история которую он загружает актуально и когда вы перемещаетесь по городу gps говорит о ты находишь попадаешь триггер зону актуальной истории она автоматически включается в результате ты просто идешь по городу а истории сами оживают вокруг тебя когда ты подходишь какой-либо достопримечательности а между ними есть навигационные подсказки которые тебе говорят о а теперь давай пойдем вниз по улице до желтого здания с колоннами потому что говорить пешехода налево направо достаточно неудобно постоянно крутится мы не знаем куда он смотрит и в результате человек может гулять по совершенно незнакомому городу час полтора два вообще не доставая телефон из кармана и это на самом деле достаточно интересный экспириенс этот график показывает то что людям нравится этот опыт они постоянно потепенно в него включаются это график использования истории на нашей платформе он удваивается примерно каждый год с нулевыми затратами на маркетинг я расскажу как дальше почему это происходит то есть каждый год два раза больше историй просматривается и прослушивается на нашей платформе ни копейки не тратя на продвижение продукта возникает наверное вопрос закономерный почему все это бесплатно я несколько раз сказал что платформу бесплатно для пользователей бесплатно для авторов но на самом деле потому же почему все крупные контентные платформы бесплатно. YouTube, Instagram, вы, скорее всего, просто никогда бы о них не узнали, если бы они не были бесплатными. И это, скажем так, та плата за популярность, которую мы должны нести. И показательно, что, конечно же, у нас на рынке есть конкуренты, ни один из них не решился быть бесплатным, и как результат они отстают от нас и по пользователям, и по покрытию примерно на два порядка, то есть в десятки и сотни раз. Но о том, где же здесь деньги, если все бесплатно, я расскажу в конце. А теперь я хочу рассказать, в истории переместиться назад и рассказать, как мы к этому пришли. Потому что мне кажется интересным поделиться опытом, когда ты создаешь что-то такое, чего еще нет на рынке, через какие стадии ты проходишь, как сделается стартап. Итак, в 2011 году мы решили создать такую вещь. Началось, на самом деле, с того, что наш основатель Саша Турский ехал с семьей в автомобильное путешествие из Амстердама во Флоренцию и страдал, потому что ты едешь по Европе, тут какой-то замок, мельница, чудесная деревенька, а твой навигатор говорит, следующий поворот через 200 километров. Думаешь, блин, какого черта? Вот у меня есть телефон, есть интернет, есть GPS, точно есть куча историй. Я еду по живописнейшим дорогам и ничего не слышу. И, собственно, это была реакция, когда два дня ты едешь на машине, в общем-то, в эти два дня и родилась идея создать что-то такое, чтобы люди начали слышать эти истории. Конечно же, мы не были первооткрывателями, аудиогиды тема мобильные появились сразу, как появились смартфоны, и мы начали изучать, как же другие решают эту задачу. Формулировала задачу очень просто. Есть мир, есть музеи, достопримечательности, какие-то красивые маршруты по городу, есть люди, обладающие интересными историями. У каждого этого места есть что рассказать. Есть путешественник, который путешествует по миру и в каждый момент времени, в каждом месте хочет узнать что-то интересное. И так как он должен это сделать ночью, днем, в незнакомой стране, на своем языке, значит, эти истории ему должен рассказать его смартфон по всему миру глобально. Вот такая общая концепция идеи. У каждого места есть история, человек хочет их услышать, его смартфон должен их рассказать. Мы начали изучать, как другие решения на рынке делают. Нашли порядка ста приложений и аудиогидов, которые уже были созданы, начали отслеживать их истории и поняли, что срок их жизни примерно один, максимум два года, после чего приложения умирают. Потому что подавляющее большинство людей делают следующую штуку, думают, о, окей, в Париж приезжает 10 миллионов туристов в год, сейчас мы забабахаем простенькое мобильное приложение, напишем десятых экскурсий, будем их продавать по цене чашки кофе, ну, там, я не знаю, один процент людей их купит, и мы все разбогатеем. Так вот это нифига не работает. Не работает по той причине, что люди забывают об очень существенной части. Для того, чтобы человек узнал, что есть такое приложение, скачал его, овладел интерфейсом, купил эту экскурсию, надо потратить денег больше, чем он заплатит за эту экскурсию. И эта бизнес-модель, что сейчас мы сделаем платные аудиогиды и на них заработаем, она просто рушится. Она не получилась ни у одного из десятков и сотен проектов, которые запускались. Поэтому с самого начала мы решили идти другим путем. Сказали, окей, если так не работает, мы пойдем путем платформы. То есть мы разделим этот рынок авторов и приложений на разные части. Если ты автор и думаешь, как бы мне донести свою историю до миллионов людей, пожалуйста, вот тебе бесплатное решение, загружай, а дальше люди их услышат. Если ты делаешь классные приложения, классные интерфейсы, не знаешь, где взять истории, пожалуйста, иди в ту же самую базу данных, куда авторы складывают, и забирай оттуда. Ну, это очень похоже на тот же самый YouTube, где люди загружают истории, а дальше миллионы людей их смотрят. И, собственно, это мы и сделали. То есть наше решение до сих пор состоит из двух основных вещей. Это веб-CMS для авторов, где они загружают контент, и мобильного приложения для пользователей, с которым они путешествуют. Мы это сделали, пошли на рынок искать авторов, искать людей и столкнулись, как любая платформа, с проблемой курицы и яйца. Потому что ты приходишь в музеи, ты приходишь в городские власти и говоришь, смотрите, загружайте свои истории, кладите к нам, их услышат люди, и очевидно вопрос, а сколько у вас пользователей? Ну, типа тысяча человек. Ну, вот когда будут миллионы, тогда и приходите. Понятно, зачем мы будем сюда тратить ресурсы. Когда мы приходим к людям, говорим, ставьте приложение, здесь будут классные аудиогиды, их реакция, ну, вот когда будет много контента по всему миру, тогда мы и поставим. И эта проблема курицы и яйца, она есть у любой платформы, ее надо как-то решать. В нашем случае решением стали музеи. Музеи, потому что мы стали думать, окей, кто страдает, кто, во-первых, уже использует аудиогиды, и кто от этого страдает. Музеи используют аудиогиды уже больше 60 лет, вот эти все железные арендные устройства, которые мы хорошо знаем. Но, кстати, вы знаете, что эти аудиогиды к музеям чаще всего не имеют никакого отношения. То есть этот бизнес выстроен так. В музей, в крупный исключительно, приходят компании, которые говорят, слушайте, у вас приходят люди, которые хотят аудиогиды. Давайте так, мы напишем контент, мы посадим здесь бабушку, которая будет выдавать в аренду, мы будем собирать деньги, контент будет принадлежать вам, а вам музею будем вычислять роялти. Ну и многие десятилетия музей думал, ну классно, никаких затрат, мы ничего не делаем, получаем деньги, наши посетители довольны. Все вроде супер. И такое решение зародилось во всех крупных музеях по миру. Но ситуация стала меняться, когда пришли смартфоны, когда информация стала открытой, и музеи такие видят, о, классно, надо выкладывать в интернет свои картины, надо выкладывать в интернет свои истории, потому что люди приходят, они подходят к этим ребятам, которые делают аудиогиды, и говорят, слушай, дай мне им историю, они у вас такие классные, мы выложим на сайт. Они говорят, нет, контент принадлежит нам. Музеи говорят, ну как, это же мой, нет, подожди, вот договор, смотри, все нормально, контент наш, ты вообще никто, мы тебе платим роялти. И музеи задумались, что надо с этим что-то делать, надо менять эту историю, потому что контент имеет значение, он привлекает людей. И вторая проблема заключается в том, что такие компании, естественно, приходят только в большие музеи, у которых большой трафик, где можно заработать и отбить затраты на оборудование, и заработать денег. Поэтому мы пошли в маленькие музеи для начала и сказали, ребят, хотите аудиогид? Да, сколько стоит? Бесплатно. А как? Ну вот на мобильных устройствах пользователей, вау, мобильное приложение, это вообще то, что мы хотим, это же хайповая тема была. И маленькие музеи начали делать свои аудиогиды, вешать плакатик, дорогой посетитель, у нас есть аудиогид, скачай. И мы как платформа начали получать одновременно и первый контент, и первых пользователей. Музеи быстро сообразили, что, вау, если у них есть такой инструмент, зачем же им ограничиваться своими стенами? Они стали делать уличные экскурсии, особенно если это городские музеи, у которых есть что рассказать. За маленькими музеями последовали средние, за средними большие. И так, шаг за шагом, мы стали подключать музей за музеем, и уже там меньше, чем через год после запуска приложения собрали больше ста музеев. И тут столкнулись со следующей проблемой. Окей, стори тейлинг-платформа есть, авторы есть, а стори тейлинга нет. По стори тейлингам я называю красивые рассказанные истории, которые интересно слушать, потому что это то, с чего я начал. Музеи стали выкладывать такой контент, от которого людей вяли уши, и они сносили это приложение и говорили, да ладно, нам это не надо. Я покажу пример маленький, который мы так немножко дразнили музеев, обучая их, как рассказывать истории правильно. Пример основан на такая небольшая отсылка к Ивазовскому, который показывает крушение кораблей, штормовое море и все такое. И как эту историю можно рассказать на примере голливудского фильма. Ну, это известный фрагмент из Титаника. Немножко, может быть, не хватает звука. Ладно, к сожалению, нету звука достаточно, но смысл в том, что вот сюжет картины, например, о которой музей хочет рассказать, и классно рассказанная история, это когда в ней есть эмоции, когда в ней есть актеры, когда в ней есть какие-то эффекты звуковые, в том числе, которые позволяют человеку погрузиться и ощутить всю боль происходящего. И вот как об этом обычно рассказывает музей. Перед вами эпизод из картины «Титаник» Джеймса Кэмерона, известного американского режиссера канадского происхождения. В эпизоде представлен момент крушения британского трансатлантического парохода в мрачных североатлантических водах, созданных с помощью передовой компьютерной графики 1997 года. Сквозь скрежет металла и звуки шторма слышны крики пассажиров, предчувствующих скорую погибель. Главный герой говорит своей спутнице, чтобы она задержала дыхание по его сигналу, поскольку сейчас их начнет затягивать вызванную кораблекрушением воронку. Собственно, вот такая беда, с которой мы столкнулись. И мы стали ее решать. Мы стали проводить на профильных музейных конференциях, организовывать отдельно огромное количество мастер-классов по сторителлингу, давая элементарные азы того, как надо рассказывать истории. Поначалу это, конечно, все воспринималось очень в штыки, потому что музей так нет, мы серьезная институция, мы должны рассказывать такие энциклопедические тексты. Но шаг за шагом, под упором того, что посетители им тоже дают фидбэк, что в общем-то музей, не хочешь ли ты поменять немножко свой язык, это стало меняться. Мы провели за историю, наверное, сотни мастер-классов и обучили несколько тысяч музейных работников по миру. Хотя бы азам того, как надо рассказывать интересно. Перейдем дальше. Итак, мы нашли нишу, через которую можно расти, через музеи. Мы столкнулись с первой проблемой контента, мы начали решать проблему с контентом. Все начало разрастаться, но даже когда мы росли по 10% в месяц, что казалось бы неплохо, это смертельно медленно. И мы начали искать пути для масштабирования. Если изначально мы работали как с каждым музеем отдельно, то есть звонили, договаривались, приходили, обучали, помогали загрузить, это все очень тяжело было масштабировать. Надо очень много иметь аккаунт-менеджеров, чтобы быстро расти. Мы начали расти через музейные конференции, охватывая сразу десятки и сотни музеев. И этого тоже оказалось мало в какой-то момент. Тогда мы стали искать способы, а как же начать накрывать контентом целые города. И пришли концепции, которую назвали «смарт-сити» или «умные города», или «говорящие города» на русском языке будет более правильно по смыслу. Выглядит она в следующем образом, достаточно просто. В город приезжает путешественник. И в том, чтобы в этом городе путешественнику понравилось, заинтересовано очень много разных стейкхолдеров. Но для начала путешественник, который приехал в город, должен получить контент. То есть, чтобы он начал слушать гида, этот контент должен кто-то создать. А его создают, например, музейные работники, краеведы или городские турвласти. Но он должен об этом и узнать. Мало создать гид, как я говорил, надо, чтобы человек о нем узнал. А узнать он может в других местах. В музей он не узнает, он туда не придет. Узнать он может в общественном транспорте, в отелях, в ресторанах. И мы нашли такой способ, что мы стали разговаривать с разными этими стейкхолдерами. Мы стали играть в такую челночную дипломатию. Собирали в городе разных стейкхолдеров, приходили в музей, говорили, музеи, смотрите, хотите, чтобы о ваших историях, которыми вы хотите делиться, начали рассказывать все отели в городе? Они такие, да, хотим, что нужно. Ничего, напиши эти истории, а мы как-то договоримся так, что отели начнут о них рассказывать людям. Ну, давай. Приходили в отели, говорили, смотрите, отели, вы же хотите, чтобы город наполнился историями на разных языках, для детей и для взрослых? Они такие, да, потому что мы страдаем от того, что каждый день консьерж вынужден отвечать на вопрос, а чем заняться в вашем городе, куда сходить? Мы тратим на это время, если мы не отвечаем интересно, люди не возвращаются в город. Мы хотим, что нужно для этого сделать. Ничего. Вот мы договоримся, что музеи и турвласти это сделают, а вы повесите просто открыточки и плакатики. Конечно, с удовольствием. Но для того, чтобы все это закрутилось, оно уже и так работает, хорошо бы, чтобы этим авторам кто-то дал денег, кто-то дал денег на переводы и профессиональную озвучку, кто-то напечатал эти брошюры. И мы стали приходить к крупным компаниям, таким как сотовые операторы или банки, у которых очень конкурентный бизнес, которые все одинаковые. Сотовые операторы ничем не отличаются друг от друга давно, ни по тарифам, ни по услугам. И поэтому все они ищут, а чем бы таким им выделиться от других. И мы говорим, смотрите, например, МТС. Хотите, чтобы в городе, в каждом отеле, на каждой автобусной остановке появился плакат, в нашем городе полно историй, люди ходят, их слушают, сделано при поддержке МТС. Мы такие, да, хотим, что нужно сделать. Ничего, не нужно платить за продакт-плейсмент, не нужно покупать все эти рекламные места, эти плакаты и так там будут. Помоги деньгами на создание качественного этого контента. Да, конечно. Я же немножко утрированно рассказываю, но это так и работает. И мы стали заходить, вот как раз этих спонсоров нарисовал, в города с такой идеей, собирая целые залы и рассказывая разным стейкхолдерам, как нужно действовать. В результате, действительно, авторы стали делать контент, отели о нем рассказывать, крупные партнеры помогать как-то деньгами, путешественники гулять по этому городу. Давайте я покажу теперь на нескольких примерах, как это работает. И такой слайд, который будет периодически повторяться, такая цепочка поставок на рынке сторителлинга. Есть авторы, есть платформа, есть приложения, есть пользователи, которые слушают этот контент. Я буду ее немножко расширять шаг от шага. Итак, как я сказал, есть туристические офисы, которые заинтересованы в том, чтобы люди в городе получили экскурсии, потому что все осознают, что мир смещается в сторону индивидуальных путешественников, они тоже хотят что-то узнать, городу нечего им предложить, потому что у него только групповые экскурсии, и аудиогиды – отличный выход. И есть отели, которые, как я сказал, с радостью продвигают эти вещи, потому что они несут косты на то, что вынуждены отвечать людям, куда сходить, чем заняться, плюс, если человеку не понравилось в городе, он туда не вернется, и он не расскажет об этом своим друзьям. И вот возьмем город Тверь. Специально беру небольшие города, чтобы было более наглядно. В городе Твери как раз создано полтора десятка аудиогидов на разных языках, по улицам и по музеям, для детей и для взрослых, прогулочные и квесты. Сделаны в основном местным тур-офисом, музеями, но еще, помимо этого, там издательствами один гид даже отеля сделал прямо от своих дверей. Они сначала это сделали, потом они пошли в отели, и в тверских отелях появились на ресепшне вот такие плакатики. Дорогой гость, у нас тут все готово, скачай аудиогид и иди гуляй. Также они разложили эти открыточки в номерах. И для нас это уже хорошо, в городе появился и контент, и плюс все отели города начинают работать на продвижение этого проекта. Но это простой пример. Давайте расскажу о более интересных. То есть на самом деле то, чем мы занимаемся в Easy Travel, оно уже в большей степени не в технологическом развитии платформы. Она есть, она работает, постепенно улучшается, но уже достаточно. Мы занимаемся как раз выстраиванием достаточно сложных win-win коопераций между разными игроками рынка. И вот несколько красивых примеров. Есть город Тула. Там есть тульский, как он правильно называется, тульский историко-архитектурный музей. Историко-архитектурный музей, естественно, рассказывает истории о исторических зданиях в Туле. Рассказывает, но только никто о них не знает, никто до музея не доходит и никто не слышит. Тогда они пришли вместе с местным тур-офисом в автобусный парк, выбрали автобусный маршрут номер 3, который проходит по центральной части города, кольцевым маршрутом, и договорились о следующем. Слушайте, давайте мы сделаем истории вдоль этого автобусного маршрута, а вы на остановках или в автобусе будете людям о этом рассказывать. Они это сделали, и что получилось? В Туле появился хопон-хопов автобус. Вчера его не было, а сегодня он есть. На базе рейсового, по цене 30 рублей, а не 500, как это обычно. И в Тула, которая не подходит для того, чтобы туда зашел крупный бизнес с настоящим хопон-хопов, ну просто трафика не хватает. Вот они реализовали таким простым путем. И это все продвигается, работает, и достаточно прикольно. Какая разница, в конце концов, ехать в двухэтажном студебекере или в обычном рейсовом автобусе? По очень похожему пути пошел мострансавта. Это перевозчик по всему Подмосковью автобусный. Они даже заморачиваться созданием какого-то контента не стали. Они просто пришли, посмотрели, где уже много создано в городах, и там, где много есть контента, повесили в автобусах вот такие плакатики. Слушай, едешь в автобусе, можешь скачать приложение, вставь наушники, и вот тебе экскурсия. Похожим двигаются питерские пассажиры автотранс. Они прямо делают классные вдоль маршрутов рейсовых автобусов экскурсии тематические, там, к блокаде, к какому-то празднованию. На разные темы можно все время разное слушать. Подмосковные электрички. Вообще очень красивый проект, один из моих любимых. Нафига подмосковным электричкам аудиогиды? У них тоже есть боль. Они осознали, что основной их трафик – это люди, которые ездят по будням из дома на работу и обратно, и по выходным из Москвы на дачу и обратно. А хотят привлечь новых пассажиров, хотят привлечь активных молодых путешественников, которые думают с утра в выходные, так, а куда мне пойти? В парк Горького погулять или в торговый центр? Они могут сказать, нет, слушай, зачем? Садись на экспресс, езжай в Коломну. У нас кондиционер, у нас Wi-Fi, у нас без пробок, можно выпить. Говорят, а зачем мне ехать в Коломну? А потому что все для себя уже продумано. И они сделали по всем направлениям вокруг Москвы аудиогиды прямо от вокзала до центра города, ну, до станции в городе. На этом не остановились, сделали в городе от вокзала до центра, потому что не всегда вокзал в центре. А дальше уже это нанизывается на музейные аудиогиды. И получается, путешествие начинается прямо с утра. Ему действительно достаточно проснуться, решить, куда мы поедем сегодня. А поехали в Дмитров. Приезжает на вокзал, вставляет наушники, и ему звучит, привет, я Оля Яковина, главный редактор National Geographic Traveler, сегодня вместе едем в Дмитров. И пока ты едешь, Оля рассказывает, что слева, что справа, потом проводит по городу. Там ты заходишь в музей, обедаешь и возвращаешься на той же электричке домой. Этот проект они начали активно промоутировать в электричках, на станциях, в машинах продажи билетов. И его подхватили, что интересно, другие пассажирские компании по всей стране, ну, может быть, не по всей, но в шести или в семи регионах, в Питере, в Екатеринбурге, в Самаре, в Калининграде. То же самое. Теперь электрички становятся экскурсионным транспортом. Они хотят стать, как в Европе, ассоциироваться не с каким-то бомжетранспортом, а наоборот, с модным и активным. Еще один красивый проект. Уже как раз у него интересная идея. Есть Ярославская область. Естественно, основной трафик туристов Ярославской области – это Москва. Но человек уехать в Ярославскую область из Москвы – это пробки, это вообще скучно, встану, это вечная Ярославка с ее пробками. Как привлечь? Они сделали аудиогид от Москвы, автомобильный уже, даже не до Ярославля, а по всем городам Ярославской области. И он тебя всю дорогу подталкивает свернуть с трассы, чтобы, например, заехать посмотреть дом первой женщины-космонавта Терешкова. Или на какую-то частную сыроварню, где варят сыр не хуже французского. Или в какое-то там удивительное место, где природные какие-то явления. Он все время тебе говорит – сверни сюда, сверни сюда. И ярославская область таким образом человека знакомит со всем разнообразием. Потому что в Ярославской области, в Ярославле, есть еще 11 городов. Есть самая официальная, самая красивая деревня России. Есть еще такой статус. Но никто об этом не знает. И вот этот аудиогид людей так подталкивает. А сделан он, как всегда у туристических властей, не заложены деньги в бюджет, не предусмотрены на это. Поэтому он сделан на деньги шинного бренда Кордиант, чей завод находится в Ярославской области. И это тоже такой проект вин-вин кооперации. Кордиант, который хочет рекламу, но шины трудно рекламировать, как человеку донести. Он дал деньги на контент. Ярославская область аналогичные деньги положила на продвижение, потому что у них как раз есть эти ресурсы. У них есть СМИ, у них есть социальные билборды, у них есть деньги на промо. Они это более эффективно продвигают. Человек едет в машине, у него там 12 часов примерно на все это путешествие. Конечно, за эти 12 часов Кордиант рассказывает какие-то интересные истории о себе. Не типа «Наши шины самые лучшие», а об истории завода, о том, какие происходили интересные события, о том, как нам каучук изобретали. Ну, это прикольно. И ты проникаешься доверием каким-то к этому бренду. И решать задачу туристов. Хорошо, это вот я такое длинное отступление к тому, как мы решили масштабироваться за счет городов и вовлечения таких оффлайновых стейкхолдеров рынка туризма. Отели, рестораны, общественный транспорт, ну и те же самые музеи, туристические власти. Но это не все. Кто еще есть на этом рынке, чтобы помочь продвигать стори-тейлинг в массе? На самом деле, почему мы решили, что люди должны слушать эти истории только через приложение Easy Travel? Вовсе нет. Есть десятки и сотни приложений, которыми люди пользуются каждый день. И это, я позже об этом чуть подробнее поговорю, одна из наших проблем. Люди не пользуются приложениями-аудиогидами каждый день. Они пользуются ими один, два, три раза в год, когда это куда-то путешествует. Дальше им в голову не придет запускать это приложение, потому что он вроде зачем. Хотя на самом деле контент, который там есть, он может быть релевантен буквально каждый день. Вы едете на машине с навигатором, стоите в пробке или едете куда-то по трассе. Почему бы вам не узнать историю какого-то интересного здания или площади, мимо которой вы проезжаете? Навигатор может это рассказать. То же самое могут сделать приложения разных OTA. Я сейчас покажу несколько примеров. То есть вот это все разнообразие приложений заинтересовано в этих историях. Давайте несколько примеров. OTA – это онлайн travel agencies, это как раз система покупки билетов, бронирования отелей, вот эти booking.com и прочее. Вот пример, который мы делали с Anyway AnyDay. Зачем нужно продавцам авиабилетов аудиогиды? Ну потому что продать билет в Париж плюс десяток бесплатных прогулок по Парижу проще, чем просто билет в Париж. Им не нужен дополнительных затрат. Но они человеку дают идею для путешествия, смысл. Он загорается, вау, блин, ехать, не ехать, да тут круто, 10 разных экскурсий. Лечу в Лондон, да там классная прогулка по историческим пабам. Лечу. Это на стадии принятия решения, а на стадии, когда человек купил, окей, допустим, на него это не так сработало, ему говорят, о, ты купил у нас билет, спасибо, на тебе бесплатную экскурсию. Человек понимает, блин, на экскурсию я бы заплатил 20-30 евро за нее, тот получил бесплатно. Спасибо этому агрегатору за то, что он мне дал, это повышение лояльности. Итак, все эти OTA, которые, опять-таки, как и банки, и сотовые операторы, одинаковые по услугам и ценам, они ищут дополнительный value для своего бизнеса. Или карты-навигаторы. Я уже начал об этом рассказывать. Когда ты едешь в машине, собственно, как зарождался наш проект, ты хочешь узнать, мимо чего ты проезжаешь. И сейчас у нас первый такой, ну, крупный, более-менее интеграция, это приложение Maps.me, я думаю, все знают. Запустили они полгода назад раздел путеводители. Они берут по API у нас часть историй, и вы можете их там, к сожалению, не слушать пока, а читать. Maps.me их почему-то не проигрывает, а дает пока только в тексте. Мы общаемся с другими картами, с навигатором, с Яндексом, с Гуглом, пытаемся, чтобы и их приложение научить рассказывать эти истории. Или Алиса. Вообще тема голосовых ассистентов очень важная, я чуть-чуть тоже по ней отрубней скажу. В начале этого года мы вместе с Яндексом запустили Алису в Пушкинском музее. И выглядит это следующим образом, я сейчас даже покажу. То есть у Алисы, если вы не знаете, помимо голоса, у нее есть офигенное зрение. Ей можно сфоткать картинку, и она тебе скажет, что это такое. Так вот мы договорились с Яндексом о том, что если человек находится в музее и говорит, слушай, Алиса, а что это за картина? Он может ее просто сфоткать. И если у нас есть эта история, подожди, я тебя еще не спрашивал, то она ее включит. И это будет не внешний скил, а это родная функциональность Алисы. Давайте просто, вот мы пришли в музей. Алиса, что на картине? Сейчас пригляжусь. Она включает камеру. Я ее просто фоткаю. И это пошла история уже из Easy Travel, которую загрузил туда Пушкинский музей. Конечно, человек не будет ходить в музей и каждый раз спрашивать, Алиса, что за картина? Ему достаточно один раз кнопку с аппаратом нажать. Но это очень удобно. То есть можно не подходить к картине, не смотреть, какой у нее номерок, а издалека, из заголов людей, сфоткать и сразу распозналась, пошла нужная история. Сейчас это уже сделано в 17 достаточно крупных музеях России, в том числе Пушкинский, Третьяковка, Русский музей. И музеям это настолько понравилось, что некоторые из них стали вешать шильдик Алисы на информационные таблички вместе с наушничками. Ну, потому что когда вешаешь аудиогид, человеку, значит, надо это либо речь про аренды, либо ему надо поставить приложение, а Алиса есть у 30 миллионов россиян, и ему такой вопрос, да спроси Алису, не парься, она тебе расскажет. И музеи активно к этому включаются. В Яндексе тоже это интересно, потому что это популяризация Алисы в таком нестандартном немножко виде. Беспилотные автомобили. Вы когда-нибудь задумывались о том, что вы будете делать в машине без руля? Наверное, многие думают о том, что смотреть видео, листать YouTube или что-то еще. На самом деле у большинства людей с этим возникнут проблемы просто из-за эффекта укачивания. Когда вы смотрите в экран движущийся автомобиль, и вестибулярный аппарат рассогласован, людей начинает укачивать. И истории, которые рассказаны к месту, они являются вполне релевантным контентом. Да, вы можете слушать музыку, можете слушать радио, а можете послушать историю про тот замок, или узнать, что здесь находится какая-то интересная пешеходная тропа. И на самом деле сейчас почти все автопроизводители очень активно занимаются темой mobility storytelling. Каждый из них по-разному называет. И вот буквально завтра наш коллега едет во Франкфурт на крупную автомобильную конференцию как раз разговаривать об этих вещах. Автопроизводители ищут любой entertainment контент, который мог бы дополнить вот этот вот гаджет на четырех колесах будущего. Итак, возвращаемся к нашей цепочке поставок. Достаточно сложный, где есть много игроков. Мы это все сделали. И на самом деле все довольны. Авторы довольны, что у них есть бесплатная система, куда они могут выкладывать контент. Тур-офисы довольны тем, что они поддерживают не технологии, а опять-таки производство контента, которое гораздо важнее. Все эти приложения тоже извлекают прибыль из-за того, что они улучшают value своего продукта, а также могут, например, встраивать гиперлокальную аудиорекламу в этот контент. Отели, потому что они отвечают нуждам посетителей. Все хорошо, все довольны. Но возвращаемся к самому первому вопросу. А где же деньги? Наши, как компании. Они все довольны. У них все хорошо. Турист тратит больше денег в городе, турист покупает больше билетов. Но до тех пор, пока все это бесплатно и никто ни за что не платит, страдаем мы. И мы правда страдаем. И здесь я как раз хочу рассказать о том, где мы собираемся зарабатывать деньги. Но для того, чтобы это понять, нужно все-таки увидеть, где же те цепочки денежных потоков, которые существуют. Итак, есть путешественник, который все это слушает. И если он не платит деньги, значит, кто-то платит за него. Кто эти люди? Ну, мы о них уже говорили. Это те же самые турвласти, которые инвестируют деньги, дают их авторам написание контентов. Это корпоративные спонсоры. Их мы почти не касались. Но те, которые заботятся о своем социальном вкладе. Ну, на самом деле, те же электрички. Это такой же корпоративный спонсор. И это фонды и государственные частные фонды. Это может звучать немножко странно в разрезах России. Но, поверьте, в Европе и Америке фонды тратят на поддержку культуры колоссальные деньги. Я сейчас покажу об этом отдельный слайд. И на самом деле большинство гидов, которые созданы на нашей платформе, они такими авторами и созданы. То есть вот мы видим Югор Лендровер, который делал автомобильные путешествия, офис туризма какой-то там французской деревушки, Амстердам-музей, Мартин Бодмер Фундейшн. Вот они дают деньги на то, чтобы создавать контент. И пока им нужно сделать несколько всего аудиогидов, никаких проблем нет. Они справляются сами хорошо, и мы им не нужны, действительно никаких денег не возникает. Проблемы начинаются, когда им нужно сделать сразу очень много аудиогидов. А много аудиогидов им нужно сделать вот по этой причине. Как я сказал, одни только европейские государственные фонды тратят на поддержку культуры и туризма порядка 150 миллиардов евро в год. Конечно, не все эти деньги идут на аудиогиды. Это и реставрация замков, и дорожная навигация, и прочее, прочее. Но существенная часть этих денег идет и на информационную инфраструктуру, на истории об этих местах. И когда тебе надо потратить 100 миллиардов евро, у тебя возникает проблема, как это сделать эффективно. Естественно, все эти деньги тратятся через конкурсы и гранты. Но одна задача этих людей – поддержать молодых креативные бизнесы, которые эти деньги могут эффективно освоить. То есть поделить на как можно более маленькие куски. Другая проблема, что 100 миллиардов на маленькие куски не делится. И даже организация грантов на 1, 2, 3, 5 миллионов – это огромная головная боль. И по официальным отчетам самих же еврофондов на организацию всего этого процесса тратится порядка 40% этой суммы. То есть просто теряется за неэффективностью. И здесь мы приходим к ним с ответом. Ребята, вам нужно создать сразу не один, а несколько десятков гидов по городу. Что можем делать? Это ваш стандартный подход. Вы можете взять 50 тысяч евро, создать на них десяток, на двадцатку создать десяток аудиогидов, и тридцатку еще потратить на промоушен этих аудиогидов и на организацию всего конкурса. При этом будет геморрой, связанный с тем, что надо писать конкурсную процедуру, авторы должны аппликаться на эти микрогранты по несколько тысяч евро, им это нафиг не приснилось. Мало того, гранты это значит есть ТЗ, авторы по нему пишут контент, и его потом никто не слушает. Ну так очень часто бывает, потому что когда турофис думает, да, классный гид, это значит сделан так, 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 об этом, об этом, об этом. Нет, туристы хотят что-то другое, необычное. И вместо этой схемы мы предлагаем другую. А давайте говорим те же самые 50 тысяч евро, но мы будем платить всем авторам, которые за свои деньги создали аудиогиды по этому региону равными платежами в течение года, там, условно, по 5 тысяч евро в месяц, всем вообще не разбираясь, но в соответствии с их фактическим юзаджем. Сделал ты классный аудиогид, его много слушают, ты заработал много денег. Сделал ты неинтересный гид, его никто не слушает, значит, ты не заработал денег. И это очень честная и простая схема. Мы знаем всю статистику использования, как люди слушают, на каких языках, до конца, не до конца, на месте, издалека. Мы можем делать процессинг всех этих денег. И получается честная история. Это снимает риски с турофиса. Он, по сути, платит только за качественный результат. Человек послушал, заплатили, не послушал, не заплатили. Никаких ТЗ, никаких вещей можно не угадать. Кто-то, пусть авторы сами придумывают интересные темы. Кто-то сделает для детей, кто-то сделает квесты, кто-то сделает какие-то игровые формы. Авторы сами замотивированы в том, чтобы это промоутировать. Не надо тратить дополнительные деньги на промоушен. Они сами будут договариваться с отелями, с блогерами, с кем угодно еще о том, чтобы это рассказать. И такая нормальная, честная конкуренция. В этой схеме нет ничего нового. Точно так же работают, например, сервисы подписки на музыку. Вот вы там платите Apple Music или Яндекс.Музыке или чему-то еще там свои 200 рублей в месяц. Дальше происходит то же самое. Яндекс смотрит, какую музыку вы слушали и пропорционально вашим интересам, соответствующим правообладателям отчисляет платежи. Здесь абсолютно то же самое. Мы смотрим, что вы слушали и пропорционально заинтересованности отчисляем лицензионные платежи. Только платит не конкретный человек, как в случае с музыкой, а платит за него тур-офис. Потому что тур-офис прекрасно понимает, если у него человек прошел с экскурсией полтора часа, доволен, счастлив, он оставит 50 евро в магазинах, в сувенирных лавках и в музеях. И тур-офису правильнее и проще заплатить один доллар за него, что он эту историю получил и 50 евро потратил, чем заставлять туриста платить. Это одна из историй. Мы оцениваем ее не так мало, порядка 250 миллионов евро в год. Вы скажете, что откуда так много, но на самом деле это меньше четверти процента тех денег, которые уже сегодня те самые только европейские, только государственные фонды тратят де-факто на поддержку культуры. Мы на совсем маленькую долю здесь рассчитываем. Окей, это одна тема, где мы хотим зарабатывать деньги. Вторая тема связана как раз с этими ребятами, тревел-сервисами и приложениями. Как я уже сказал, это карты-навигаторы беспилотные автомобили, которые могут развлечь во время пути, которые могут встраивать рекламу в эти гиды, предложить свернуть в какую-нибудь кафешку. Это обязательно голосовые ассистенты, потому что это сегодня, они немножко тупенькие, но я уверен, что буквально через 1-2 года мы основную коммуникацию с нашими гаджетами будем делать голосом. И этот процент действительно очень сильно растет. И голосовой ассистент может тебе рассказать историю о каком-то месте, мимо которого ты проходишь. Ты можешь предложить зайти в какой-то магазинчик, опять-таки гиперлокальная реклама, быть проактивным, наконец. Я люблю приводить этот пример, он реальный из жизни. Представьте, что вы едете на машине по Европе, где-то в Бельгии. Это как раз наш тоже основатель ехал, и ему его друг говорит, слушай, а ты знаешь, что это за поле? Говорит, ну нет, поле и поле, тракторы ездят, что-то растет. Нет, говорит, это Waterloo. И получается так, что ты секунду назад вообще даже не задумывался, но эта информация тебе оказалась очень релевантной. Вау, Waterloo, величайшее сражение здесь происходило. Какая-то история за этим стоит, которую ты можешь послушать. И это интересная особенность как раз геопривязанных историй. Когда человек, вот обычно мы ищем контент в поисковой строке, мы что-то осознанно ищем и это находим. Здесь мы ищем не руками, а ногами. Мы пришли в какое-то место, и история релевантная ему начинает нам проигрываться. Это немножко другой способ поиска. И голосовые ассистенты, будучи проактивными, как раз будут одним из… Вот этот контент поможет им начинать вступать в диалоги. И, конечно, что мы здесь предлагаем? У нас есть открытый API, позволяющий любому приложению этот контент получать. Он уже есть сейчас, и, как я сказал, тот же Maps.me, та же Алиса этот API использует и получают. И начиная с какого-то количества историй, типа миллион историй в месяц, бесплатно, а сверх него мы начинаем брать лицензионный платеж. Это тоже честно. То есть если твое приложение активно использует наши истории, значит, ты как-то это монетизируешь, ну, плати лицензионный платеж. Опять-таки, ничего нового точно так же работает Google карты. То есть миллионы приложений используют Google карты или сайтов. Есть какой-то бесплатный трэш-холд, но если выше него, ты начинаешь в соответствии с юзиджем отчислять лицензионные платежи. Здесь мы также оцениваем этот рынок порядка 100 миллионов евро в год. И возникает все-таки вопрос, блин, какие-то сотни миллионов евро, миллиарды евро откуда? Ну, не верится, это какие-то скучные аудиогиды, которые вот один человек из всех присутствующих когда-то слышал. А давайте посмотрим с другой стороны. С того, с чего я начинал. У нас есть рынок живых экскурсоводов, понятный, существующий и, честно говоря, немножко туповатый своим примитивизмом, потому что это просто путешественник, это просто экскурсовод и платформа, которая между ними стоит и помогает их найти. И все это еще и за деньги. Что происходит за счет автоматизации? За счет автоматизации существенно увеличивается спрос, потому что гиды становятся бесплатными, их можно слушать в своем родном городе, гуляя по городу. Он также не только за счет того, что бесплатный, но и за счет того, что эти истории становятся доступны через десятки популярных сервисов и приложений. И так мы увеличили спрос. Мы также увеличили предложения, потому что теперь эти истории пишут не только экскурсоводы, но целые профессиональные институции, музеи, турвласти, издательские дома. Просто краудсорсинг, который много дает. И не просто пишет, но еще и имеет финансовые потоки от фондов, корпоративных спонсоров и турвластей, которые вливают туда деньги. И казалось бы, можно сказать, ну да, но все-таки истории в аудиогиде это не то, и живое общение не заменят. Но, как я говорил вначале, нет, классные истории – это целые спектакли. Их пишут режиссеры, режиссеры делают сценарий, их пишут классные авторы, их озвучат профессиональные актеры. И у нас уже есть много примеров таких целых иммерсивных спектаклей на улице, когда город становится декорациями к тому спектаклю, который вокруг тебя разыгрывается. То есть город – это реальные декорации, у тебя в ушах звучит спектакль, там много актеров, там сюжет. Ты должен что-то делать, и это реально круто. Я думаю, все вы слышали о Зыгоревском проекте «Мобильный художественный театр», потому что это просто был хайп этим летом. Это примерно о том же самом. То есть это просто человек тоже сам дошел до той идеи, что за свой шесть мобильных технологий можно выносить театр на улицу. Но, по сути, мы говорим о таком аудиодополненной реальности. Кстати, эту фразу тоже не я придумал, аудиодополненную реальность. Вы знаете, ведь все, наверное, такую аудиокомпанию Bose, которая делает акустику. Bose в прошлом, по-моему, году, несколько месяцев назад они выпустили такие очки со встроенными динамики. Я думаю, может, видели, там у Вилса было много обзоров на это все. То есть очки, в которых встроены динамики, они тебе могут что-то играть прямо в уши, направленные динамики, не костные, а нормальные направленные. И Bose вкладывает сейчас 50 миллионов евро в различные проекты как раз на аудиодополненную реальность. То есть они верят в эту тему, что дополненная реальность – это не обязательно видео, то есть то, что мы привыкли видеть, это может быть и аудио. И на самом деле это намного круче, потому что зачем мне посредник между моими глазами и реальным миром в виде планшета, если я могу ушами слышать, и это все сливается естественным образом. То есть аудио AR – это крутая штука. Так вот, я немножко отошел. Это к тому, что автоматизированный экспириенс может быть намного круче, чем живой экскурсовод. Ты никогда не получишь десятка актеров. У нас есть прогулка по Питеру с Достоевским, тоже сделанная театральной студией. То есть ты надеваешь наушники, Питер – шикарная декорация, она не изменилась со времен Достоевского практически никак. У тебя появляются звуки конки, крики пьяных мужиков и голос Достоевского. Тебе говорят, ну вот да, вот здесь вот я снимал жилье. Блин, невозможно было работать до двух ночи. Пьяные орут на улице, 21 бар на одном километре. И ты гуляешь с ним по городу, он тебе рассказывает, где жил, где писал преступления и наказания, как там сюжеты. Заходишь в эти дворы, видишь те коморки, которые… Реально круто. То есть действительно ощущение, что тебя взял Федор Михайлович под руку, и ты пошел с ним гулять. Это маленький пример, таких достаточно много, хотя в процентном отношении, конечно, мало. Так вот, это к тому, что автоматизированный экспириенс может быть ничуть не хуже, а порой и намного круче, чем живой экскурсовод. Итак, вернусь к этой схеме. За счет автоматизации мы увеличили спрос, мы увеличили предложения, мы увеличили количество денег. И если этот рынок сейчас оценивается, я сказал, только вложено в пять ведущих стартапов больше двух миллиардов долларов, то есть инвесторы оценивают его в 10-20 миллиардов, потенциал этого рынка. Автоматизация увеличит его еще примерно в 10 раз до тех самых 100 миллиардов, которые эксперты прогнозировали. В самом начале я показывал слайд. Причем автоматизация не убьет живые экскурсии. Это то же самое, как звукозапись не убила живые концерты. Это так же, как кино не убило театр. Наоборот, с приходом звукозаписи артисты стали гораздо больше зарабатывать. Но просто все равно 99% музыки мы слушаем в аудио, только в одном проценте, лучше входим на концерт. То же самое с автоматизацией всего этого. Поэтому те деньги, я зачем это показываю, объяснить, что те деньги, которые я оценивал как нашу бизнес-модель, они по сравнению с суммой в 100 миллиардов ничтожны. Мы рассчитываем на 0,1% этого рынка. При том, что де-факто мы являемся крупнейшей платформой на этом рынке сейчас. Не факт, что это будем мы. Факт только в том, что автоматизированный экспириенс, если есть такой спрос и такое предложение, кто-то его точно реализует. Может быть не мы, может быть мы умрем, кто-то другой. Но точно появится такое решение. И проблема наша заключается в том, почему мы не такие богатые сейчас и не все так хорошо, что эти бизнес-модели, как и любой другой платформы, начинают работать только с определенного масштаба. Все мы знаем кучу примеров, что YouTube долгие годы был убыточный, Uber до сих пор убыточный. И многие-многие платформы, контентные в том числе, они до какого-то момента супер убыточные, но в какой-то момент до достижения определенного масштаба начинают работать эти бизнес-модели. Те, которые я показывал, не работают на маленьких цифрах вообще. Они работают только, когда речь идет о крупных, больших деньгах и заказах. Мы их пока не достигли. С тем ростом, который мы растем сейчас, мы их достигнем просто органически через 2-3 года. С деньгами, которые мы там тоже ищем сейчас, поднимая очередные раунды, можем сделать гораздо раньше. Ну вот это история стартапа, который начал, потратил кучу денег, 3 года назад обанкротился, вырос с тех пор в 5 раз, испытывает проблемы с деньгами, но при этом является лидером на рынке. Вот как это есть сейчас такая история. Наверное, на этом я хотел бы закончить лекцию. Как раз мне отводили час 55 минут. И я с удовольствием отвечу на любые вопросы. Продолжение следует...